Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Ижевчан спросили, волонтеры начали опросы жителей столицы о том, как город нужно благоустроить в этом году. Осторожно, мошенники! Полиция предупреждает, в оборот приходят новые купюры. Зломышленники торопятся сорвать куш и разводят пенсионеров. Команда Удмуртии едет в Чувашию на конкурс. Татьян, оцените козыри нашей конкурсантки и шансы на победу. И погадаем, пока можно. Язычники Удмурты провожают ВАЖО. Что это такое? Расскажем. Владимир Путин оценил проекты благоустройства Сарапула. Городоначальник Александр Эссен представил их президенту на форуме малых городов в Коломне. На этот форум съехались представители почти 250 населенных пунктов из 70 регионов страны, чтобы выбрать лучшие практики по развитию культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и исторических поселений. На форуме также подвели итоги первого года реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Для Сарапула он стал частью большой программы по сохранению культурного наследия купеческого города. Об этом Александр Эссен лично рассказал главе государства. Я доложил, что город работает, объединяя несколько источников. Программа по формированию комфортной городской среды, федеральная программа поддержки внутреннего въездного туризма, привлечения частных инвестиций. Доложил также, что сейчас работаем с идеей создания фонда по сохранению культурного наследия и благоустройства города. Владимир Владимирович очень положительно отозвался об успешных практиках Сарапула по восстановлению памятников архитектуры. На совещании президент подчеркнул, что программа по формированию комфортной городской среды будет продолжена. Кроме того, Путин поддержал предложение о дополнительном финансировании малых городов и исторических поселений на их благоустройство. Это будет конкурс проектов. Города-победители получат от 30 до 100 миллионов рублей. Александр Эссен заявил, что Сарапул обязательно примет участие в этом конкурсе, а территорию, которую заявят на конкурс благоустройства, выберут жители. Глава республики также прокомментировал участие Удмуртии в форуме. Александр Бричалов подчеркнул, что моногорода Сарапул, Воскинск, Глазов способны стать культурными и туристическими точками притяжения. Они сохранили историческую индивидуальность и колорит, поэтому нуждаются в особом подходе. Президентский проект формирования комфортной городской среды стал мощным импульсом для их развития. Реализацию приоритетного проекта сегодня обсуждали и в столице Удмуртии. Работа предстоит большая. Планируется обновить сотни дворов и общественных зон, парков и скверов. Но каких именно должны решить сами люди? Опрос горожан уже стартовал в Ижевске. Где работают волонтеры и каким хотят видеть столицу ижевчане, узнал Роман Вагинов. Как сделать столицу Удмуртии лучше, комфортнее и удобнее для жизни, сегодня спрашивают у самих горожан. Опросы стартовали в крупных торговых центрах. Предварительный рейтинг общественных мест, которые нуждаются в реорганизации, в Ижевске уже определен. В него вошли 15 зон, но и этот список по итогам опроса людей может быть расширен. Кроме улицы Пушкинской и более-менее Советской гулять в принципе негде. То есть пешеходные зоны были бы полезны. Да, я изучанин. Мне бы хотелось, конечно, чтобы у нас в городе появлялось больше зеленых зон. Я бы очень хотела, чтобы уже скопировался центр современного искусства. Вообще, в принципе, уличного искусства. Тоже, например, Петербург или Москвы, то есть парк Горького. Можно парк Кирова переоборудовать примерно похожее пространство, я считаю. Парк Кирова среди лидеров опроса. Уже есть и предварительная концепция развития. К 10 июня здесь планируют организовать фан-зону. Как раз к открытию чемпионата мира по футболу, сообщил глава столицы Юрий Тюрин. Проблемы и ближайшие перспективы программы формирования комфортной среды обсудили в правительстве республики. Задача не просто обустроить парк или двор, а сделать их точками притяжения. Чем наполнить эти площадки, должны решить люди. К работе также подключат архитекторов, урбанистов и проектировщиков. В принципе, мы хотим, чтобы 1 марта у нас были готовы все дизайн-проекты, потому что сложно, наверное, проголосовать за тот или иной какой-то объект, за то или иное пространство, не понимая, что на нем предлагается расположить. Поэтому дизайн-проекты тоже будут готовы, по крайней мере, как минимум, всех тех 15 объектов, которые уже предлагались нашими жителями к обустройству. В итоге из этого списка 15+, жители Ижевска выберут 2-3 общественные зоны, которые и будут приводить в порядок в этом году. Голосование пройдет 18 марта. В проект по благоустройству охотно включились и районы Удмуртии. В прошлом году преобразили 9 общественных территорий. Так в поселке Кес обновили парк Победы, и это только начало. Все сложилось очень здорово. Поэтому первые риски прошли, и считаем, что продолжить работу, связанную именно с благоустройством территории, прилегающей именно до центральной части поселка, нам надо, конечно, и периферию подтягивать. По поручению президента страны Владимира Путина, федеральный проект формирования комфортной городской среды стартовал в прошлом году. Сама программа рассчитана на 5 лет. Республиканские власти ставят задачу работать максимально открыто и вовлекать граждан в реализацию проектов. Обязательно особое внимание уделить рейтинговому голосованию. Безусловно, 100% по тем населенным пунктам, население которого превышает 20 тысяч человек, по тем, которые не превышает, прошу внимательно относиться к тому, что именно рейтинговое голосование позволяет выделить те объекты, в которых будет наибольшая востребованность у населения. В прошлом году на ремонт дворов и общественных зон в Удмуртии было потрачено свыше 400 миллионов рублей. Деньги федерации, республики и самих граждан. Такая же сумма запланирована этот. За 5 лет на формирование комфортной среды в Удмуртии планируется потратить 1 миллиард 700 миллионов рублей. Роман Вагнов, Александр Демидов, Юрий Дроздов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске сегодня представили дизайн-код города. Речь идет в первую очередь об изменении внешнего облика, исторической части, а в перспективе и всей республиканской столицы. Идея простая. Разношерстное оформление фасадов, магазинов и офисов стилизовать и унифицировать, чтобы за вывесками и витринами разглядеть и здание, и сам город. В ближайшее время предпринимателям предстоит заменить существующие вывески своих магазинов согласно тем рекомендациям, которые предлагают разработчики дизайн-кода Ижевска. Его внедрение будет поэтапным. Начнут с улицы Пушкинская. Предлагается территория по улице Пушкинской, ниже центральной площади до улицы Советской. На данной территории как раз это историческая зона. Здесь находится не так много зданий и не так много собственников предприятий, с которыми необходимо плотно проработать изменения вывесок. Мы все живем в Ижевске. Видим вот такие замечательные картинки, которые, наверное, кроме как визуальным мусором действительно сегодня назвать нельзя. Хотим просто предложить помощь предпринимателям сообщества в том, чтобы унифицировать изображение вывесок и информационных материалов. И, в общем-то, это даст и жителям, и гостям города Ижевска возможность, как я уже сказал, любоваться тем видом, который город, в котором он был изначально. Концепцию предлагаемого дизайн-кода вынесут на общественные слушания, и они намечены на 8 февраля. Кроме этого вопрос будут обсуждать на ближайшем заседании Совета по развитию предпринимательства при главе Эдмиртия. Территориальные избирательные комиссии начали подготовку к выборам. Сегодня представители со всех районов республики приехали в Ижевск на учебу уже с 31 января. Им предстоит начать работу по приему заявления о голосовании по месту нахождения. Напомню, каждый житель России, который в день голосования 18 марта будет за пределами своего избирательного участка, может проголосовать там, где удобно. Для этого нужно заранее написать специальное заявление. Его примут в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ, или можно подать его через сайт госуслуг. За 20 дней до дня голосования к ним подключатся и все участковые избирательные комиссии. Можно будет написать заявление, которое будет защищено специальной защитной маркой. Также обговорить с членами участковой комиссии, где он будет находиться. И его сразу также прикрепят через систему госвыборы на тот избирательный участок, где он будет находиться в день голосования. Председатель Центра избиркома Удмуртия Виктор Кушко обратил внимание на то, что последний день приема таких заявлений – 17 марта. А полиция и Пенсионный фонд предупреждают о мошенниках. С начала года в Ижевске уже зафиксировано несколько случаев обмана пожилых людей. Последний факт. Злоумышленники решили воспользоваться новостью о вводе в оборот новых денежных купюр номиналом 200 рублей и 2000. Они подошли к пенсионеру на улицу, представились с сотрудниками Пенсионного фонда, сказали, что в стране идет денежная реформа и нужно проверить номера банкнот. Под этим предлогом попали в квартиру. Пока престарелые супруги отвлеклись, злоумышленники подменили настоящие деньги фальшивками, подбросили билеты Банка Приколов и сбежали, прихватив с собой сбережение стариков в 44 тысячи рублей. Никакого отношения к денежной реформе сотрудники Пенсионного фонда отношения не имеют. Мы не обмениваем деньги, мы не запрашиваем какие-либо купюры для того, чтобы их переписать. Неоднократно заявляли, еще раз хочу повторить о том, что сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят. Все консультации у нас проводятся в наших клиентских службах. По данным Центрального банка Российской Федерации, рестайлинг денежных знаков, то есть выпуск банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, замена защитных признаков банкнот будет производиться постепенно путем изъятия из оборота купюр старого образца и ввода в оборот новых. Специального обмена денежных знаков у граждан не предусмотрено. К бдительности пожилых людей призывают сегодня сотрудники социальных центров. Напоминает, что график посещения квартир соцработниками заранее обсуждается и соблюдается строго. Уже четверть века заботятся и помогают одиноким пенсионерам и людям в трудной жизненной ситуации сотрудники Центра социального обслуживания в Ленинском районе Ижевска. Он один из старейших в Удмуртии. Кто сегодня готов к работе по призванию, Елена Абуховская расскажет. Начистила картошку, потому что девочки хотят пюре и котлеты. Каждое утро соцработник Ольга Костина в семье Ривк начинает с обсуждения меню. Одиноким пенсионеркам женщина помогает по хозяйству, приносит продукты, покупает лекарства, убирается в квартире. Таких, как Ривк, в рабочем списке Ольги Витальевны 11 человек. Признается, особый подход нужен каждому. Пока у меня есть силы, я хочу быть полезной и приносить какую-то пользу. Что самое сложное в вашей работе, на ваш взгляд? Найти взаимоотношения с бабушками. Помощь престарелым и людям с ограниченными возможностями – одна из важных услуг Центра социального обслуживания Ленинского района. Еще одна – реабилитация. Раз, два, три. Каждый день, как на работу, сюда, в тренажерный зал Центра, спешит Виктор Бушмельев. Он пенсионер, в этом году ему 70. Поднимает грузы и крутит педали строго под присмотром специалистов. Ну, во-первых, обязанность появляется как бы внутренняя. То есть, как на работу. Утром подъем, некогда тянуться, к 9 утра надо уже быть здесь. И это ежедневно, то есть поддерживаешь себя. Тренажерный зал недавно обновили, добавили спортинвентаря. Вообще, за 25 лет в социальном Центре изменилось многое. Увеличилось число видов помощи, заработала единственная в Ижевске социальная гостиница. Получатели социальных услуг просят такие-то услуги, такие-то. Мы выслушиваем их и пытаемся внедрить вот эти вот новые формы обслуживания. У нас в планах открыть еще одно отделение работы с наркозависимыми. А еще в Ленинском Центре молодеет коллектив сотрудников. Из 140 работников половина молодежь. Такая работа призвание. 2018 год – это последний год указанный, когда необходимым в ежемесячном режиме до 100% замедушевого дохода региона доводить и заработную плату социальных работников. Поэтому, конечно, в целом наше финансирование в этом году выше, чем в прошлом. Сегодня в Удмуртии работают 32 ЦСО. Ленинский Центр Ижевска – один из старейших в республике. 25 лет он работает под девизом «Надежды». Такое имя дали и этому снежному кораблю. Его неделю лепили и заливали всем коллективом. Теперь он как символ большого юбилея. Елена Абуховская, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Ровно через неделю в Чебоксарах выберут самую красивую Татьяну по Волжье. В окружном конкурсе участвует и наша республика. И сегодня Александр Демидов познакомился с девушкой, которая собирается стать лучшей Татьяной в ПФО. Студентка Института социальных коммуникаций УДГУ Татьяны Кислицына готовится к конкурсу Татьяны по Волжье. Осталась неделя. Тренировки интенсивные по несколько часов в день. Мы планируем удивить жюри оригинальным жанром. То есть для начала я буду играть на рояле, а затем у нас начнется театрализованное действие. Татьяна по Волжье в этом году соберутся в Чебоксарах. Прошлый конкурс выиграла представительница Чувашии. Наша Таня намерена взять реванш. Давит на чувства, ее номер сплошная ароматика. Тяжет о том, что девушка, которая играет на рояле, она не хочет все время быть за роялем, она хочет быть со своим любимым мужчиной, именно идеалом мужчины. И она эту идеалу представляет в уборщики. То есть и у нее во сне, как будто бы у них это все вливается в искреннюю любовь, это выражается все в танце. Вместе с Татьяной в Чебоксар отправится внушительная группа поддержки. Конкурс – это еще и возможность показать соседям нашу республику. Например, через дефиле. Костюм для конкурса сейчас дошивают портные. Этот – чтобы отрепетировать движение. Особенность этого конкурса – все Тани везут с собой социальные проекты. И это наша Татьяне только на руку. Впервые участница будет презентовать свои социальные проекты. А так как наша Таня, она очень такая девушка, которая занимается волонтерством, то она будет, естественно, презентовать проект, связанный с волонтерством. И я думаю, что сейчас, в год волонтеров, это будет максимально актуально. Бороться за титул Татьяны по Волжье команда Удмуртия отправится в воскресенье. Сам конкурс традиционно пройдет 25 января. В Татьянин день. Кстати, 4 года назад участница из Ижевска уже получала победную диадему. Она также училась на втором курсе Института социальных коммуникаций УДГУ. Ребята шутят. Такое совпадение не случайно. Я уверена в своей победе. Я супер. Александр Демидов, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». И последнее. В Удмуртии провожает вожо. Темные потусторонние силы и используют последние разрешенные дни для гадания. Настоящий языческий обряд провели в этнографическом музее заповедника Лударвай. Так что такое вожо и как его задобрить, Екатерина Горина расскажет. Главные участники живого спектакля – ряженые. Обязательное условие этого, в хорошем смысле, маскарада – сроки его проведения. Вожо-дыр, то есть время вожо, наступает 7 января и заканчивается 19-го. Это перекресток времени. Это время злых духов. Это время все связано, пронизано с темными силами, темными духами. Говорят, что вожо – они умершие предки, которые возвращаются в этот промежуток времени навестить своих родственников. Ряженые как раз и считались духами умерших, то есть вожо. Но, как утверждают в Лударвай, эти потусторонние гости ничего общего ни с бесами, ни с чертями не имели. Поэтому и отношение к ним было особенное. Обращение вожому мы, праматери духов, к силам природы, обрядовая хлеб с маслом гостям. Просите здоровья, счастья себе. В музее-заповеднике праздник провели во второй раз. Желающих поучаствовать не напугал даже мороз. Ну а тех, кто все-таки замерз, ждали в избе, с табанями и перепечами. Девочки, одна перепеча с капустой, две латрушки. Ну и еще один важный момент – гадание. Сотрудники Лударвая уверяют – только в эти дни гадать не грех. Совсем богатый, богатый. Вот о ком и мечтала. С вопросами посерьезнее гости праздника обращались к профессиональным гадалкам. Не упустили такую возможность и мы спросили о будущем телеканала. Вы будете двигаться достаточно активно, но с внутренними изменениями. Может быть, даже с внешними изменениями. Может быть, вы просто поменяете шапку. И будет моя любимая Удмуртия. Или как-то еще. Мы еще пока этого не знаем. Но год, который хорош для творческих людей, несет вам испытания. Но и преодоление этих испытаний. Ну и кульминация праздника – ритуал проводов вожо. Пока веду, мне прокукарекает вожо, под воду не уйдет. Кукарекает вожо, чепульте, медки, шашка. Ой, молодец. И на этом все. Удачи тем, кто собирается сегодня окунуться в купель. Завтра мы расскажем и покажем таких смельчаков. Так что до встречи. Продолжение следует...